Яд банкиру подложили не в картофельное пюре, а в крабовый салат, заявила в суде Екатерина Пузикова, которую обвиняют в убийстве мужа. Напомним, заместитель главы Самарского филиала Россельхозбанка скончался в марте 2012 года в больнице, куда его привезли с диагнозом отравления. Мещеринка в поселке Кондурчинский закончилась трагедией и возбуждением уголовного дела. Сторона обвинения подсудимой не доверяет. Мы берем ее показания на предварительном следствии. Вчера мы их отглашали, где она говорила, муж мой ел картошку, муж мой ел нарезку мясную, там все полностью, и муж мой ел салат сель под шубой. Пузикова вины не признает и считает, что муж мог быть связан с наркоторговцами, которые обналичивали деньги через банк. Убийство, месть наркомафии, предполагает женщина. Ее адвокат показывает детализацию звонков с загадочных номеров с тремя нулями в середине. Они фигурируют в приговоре трактора заводского районного суда города Волгограда. Что это приговор в отношении организованной группы сбытчиков наркотических средств в Волгоградской области, которые использовали эти номера для отправки смс-сообщений по своей преступной деятельности. Сторона обвинения считает, что звонкам с номеров, осужденных за наркоторговлю, есть объяснение. С Волгограда эти лица завозили вроде бы как табачные изделия. Да там и не звонки, там несколько звонков всего, а остальные все смс-ки. Понимаете, вам звонили, вам звонили, вам звонили. Ну, примерно вот такие смс-ки. Еще одна версия. К смерти банкира может быть причастен его брат, который, по мнению обвиняемой, тоже мог быть связан с наркоторговлей. У него на одежде, на джинсах, на майке, на футболке и на толстовке обнаружены следы и далее. На его джинсах оно даже больше, чем на джинсах погибшего Дмитрия Владимировича. Процесс продолжится 8 июля, когда в числе свидетелей опросят начальника службы собственной безопасности Россельхозбанка и экс-руководителя филиала финансового учреждения Андрей Иванова. Терра продолжит следить за развитием событий.